Окей. Так, значит, сегодня мы будем разглядывать с вами CSS Flexbox Layout Moodle. Вот. И, 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 ой, сори. Перший слайдик, окей. Ну, я долго выбирала картинку, и после нашего разговора с Сашей Павловским мы решили... Ну, как мы решили? Ну, я решила, что сделаю котики все-таки. Котики же все любят. И будет больше понятно, что где. Значит, Flexbox в основном, как бы, складается из основных двух частин. Да, это контейнер и Flexitem. Ну, вот на картинке можно побачить, что у нас есть беленький такой контур. Это у нас, типа, как мы зарубила, контейнер, да. А в середине у нас четыре котика. И этих четыре котика у нас являются Flexitems. Вот. Значит, у Flexbox є таких дві основных частини Properties. Это Properties для контейнера, відповідно, и Properties для Flexitem. Значит, основная идея FlexFloa в том, что, как я уже сказала, у нас есть Flex-контейнер и у нас есть Flexitem, да. У нас есть две оси. Одна оси иде основной, другая иде перпендикулярной. На цьому малюнку изображено горизонтально основной, а вертикально перпендикулярной. Ну, это, в принципе, логично. Просто будут Properties, которые будут мать там FlexStart, FlexEnd. И на цьому малюнку гарно видно, что, если, например, ось это будет основной, то старт начнется ось ліво. Если у нас FlexEnd там будет, то, соответственно, MainEnd будет справа. Если у нас в пакету, то в начале у нас MainStart переместиться сюда, если вертикально будет основной. И End переместиться сюда. Вот, это такие шточки. Это перелик FlexProperties для контейнера и для айтемов. Их, в принципе, не так много, но есть что посмотреть и тестировать. Потому что, например, FlexDirection можно юзать на пару с Justify контентом. И там такие комбинации можно сделать прикольнейшую. Просто голову взносить. То есть, их можно комбинировать по-різному. И надо смотреть, как оно все будет мальюваться. И плюс, это играет роль поддержка браузеров. Одни показывают так. Другие могут вообще не поддерживать. Надо писать через WebKit, чтобы потом смотреть, если оно так нормально выводит, или что оно то поддерживает. Ну, в принципе, очень много чего прикольного есть. Починаем мы с ContainerProperties. Самое первое – это Display. То есть, если мы хотим в каком-то элементе сделать, чтобы он был FlexContainером, мы пишем Display и ставим значение Flex або InlineFlex. То есть, в Display можем принимать два значения – или Flex или InlineFlex. Если мы ставим Flex, то это означает, что цей FlexContainer будет блочным элементом. Если InlineFlex, то цей контейнер будет Inline элементом. Так. Первая прикольная property – это у нас иде FlexDirection. Если мы ставим в FlexDirection row, и у нас основная весть иде злево направо сюда, если вспомнить первый малюночок, то они будут видображаться по лівому краю. 1, 2, 3. Если сделать Row Reverse, то они будут в нас видображаться наоборот. 1, 2, 3, только по правой стороне. Это не сравнение с айтемом в середине контейнера. Это означает напрямь головной оси, вдов marcでは будут сравнити величины этих элементов. А уже, ну, и какого он, и какого уровня. А в CSI это значит, что просто параметры LTR слева направо и RTL, то есть нам было детально. А уже Justify Content уже має оцей центр и может уже вырівнювать по центру. То есть, попереднюю, оцей Flex Direction, он визначает напрямь головной оси, а уже Justify Content, він буде визначати, як елементи будуть вырівнюватися вздовж головной оси. То есть, якщо мы, мы бачим, что в кинці є приклад, такий прикольный, мы в Flex Direction поставили Row Reverse, то есть мало б будет 1, 2, 3, да, и поставили Justify Content Flex End. Окей. Ну, Flex End понятно, у нас еда в рівнювання елементів по кинцевій лінії, типа End Flex End, да, тут у нас в рівнюється по центру, тут у нас в рівнюється по рівным промежкам між елементами, а тут у нас Space Around, то есть навколо елементів, да, тут в два рази більше іде, ніж зліва. Ну, якщо убрати мережину, то можна зробити рівну, там, виснень, то есть треба гратися, щоб виставити, ну, в принципі, в рівнює прикольно. А, то есть, получается, раунд заповнил, да, этими блоками? Да, 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 рівнює від відступи зліва і права від елементів. Ну, якщо там ти хочеш зробити, щоб вони були рівні між-між всіма, да, а щоб ця відстанча зменшилась, то треба виставляти уже, там, мережи не зменшувати. От. Далі у нас ідея Line Items. Line Items може бути Flex Start, Flex End, Center, Baseline и Stretch. Це вже, наскільки, вирівнюються алименты по перпендикулярній осі, да, то есть, якщо брати перпендикулярну ось вертикальну, то у нас вот Flex Start, да, це у нас Flex End, то есть вони просто до топа і до ботома протыкаються, да, от у нас вирівнювання по центру перпендикулярній именно осі, якщо вона йде вертикальну. Бейзлайн, це, ну, я думаю, всі знаю, що таке Бейзлайн, да, і от по ній вирівнюється, типа, лінія текста, там, можна так сказати. От. Ну, і Stretch, Stretch буде розтягувати по всій довжині, по контейнеру, якщо. Так, Flex Wrap. Flex Wrap у нас визначає, чи будуть переноситись елементи на другу строчку, да. Порядок у нас йде 1, 2, 3, 4, 5, 6, да. Якщо реверс, то у нас буде 1, 2, 3, і верхня лінія піде 4, 5, 6. То есть, отакий Wrap реверс. То есть, це порядок треба трошки, бо я трошки не так думала, що буде, но не важно, вишколу виходить так. І якщо поставити No Wrap, то вони будуть накладатися 1, 2, 1. Так буде дуже-дуже негарно. І по замовчанню йде якраз No Wrap параметр, то есть, його треба буде ставити. Align Content. Align Content у нас визначає вирівнювання рядків, там, чи колонок, да, по перпендикулярній осі в межах всього контейнера, да. То есть, ми вже самі рядки, там, підтягуємо до верху, там, якщо в нас є їх багато, да. Там, чи до Endа прикріпляємо, чи по центру. От. Тут на пару з Align Content, там, ще поставлений Align Item з центра. Через то, воно ще відцентрувало самі айтеми. Це якщо будуть виникати питання, чого воно так все центрально-центрально. Бо і там, і там поставлений, наприклад, отут, і там, і там центр поставлений. От. Ще такі значення в Align Content є, як Space Between, так само, Space Around і Stretch. То есть, в принципі, дуже похожі. Тільки тут, в Align Items, я поставила Stretch, щоб було більш видніше оцій Спейси. Там, Space Between і Space Around. Якщо воно по центру, то воно його трошки не так буде відображати, і воно, ну, ти просто не зможеш побачити, як воно його там зробило, цей Спейс Араунд, або Спейс Бетвін, бо воно старається його відцентрувати. То есть, така накладка візуально виходить, і воно погано видно, як воно працює. По замовчуванню, Align Content іде Stretch. То есть, воно буде розтягувати вам ці айтеми в самому контейнері, якщо ви не проставили його. Далі, є така штука, як Flex Flow. Це скорочений запис для Flex Direction і Flex Wrap. То есть, ці дві пропорті можуть об'єднати в одну і написати там, як внизу написано, Flex Flow, і написати значення для Flex Direction і Flex Wrap. Обично там по дефолту це йде Row і No Wrap. Я не быстро пояснюю, там улавлюєте? Нормально, хорошо. Нормально, окей. Тепер ми переходимо до Item Properties. Перша така штука цікава, це Align Self. Ми можем, ми вбираємо якісь елементи, які нам хочеться вирівняти не так, як всі, і тупо ставимо йому там, от, наприклад, я захотіла Grampiketa до ботома прикріпити, я написала Align Self, там, Flex End. А для контейнера, получається, Align Items йде Flex Start. Тобто, оці всі штуки йдуть до старта, а Flex End йде тільки у цей котяр. По дефолту йде Auto, тобто, буде прийматися значення таке, яке було б проставлено в Parent'і, в контейнері. Тобто, Flex Start. Якби я обрала Flex End для Grampiketa, він би теж був тут. Було б для айтема, таке саме, як для контейнера. От. Тепер такі самі, такі, ну, для мене були трошки мутні, але, вроді би, нормально. Разібралася. В общем, є така штука, як Flex Grow, Flex Shrink і Flex Basis. Ми почнемо з Flex Grow. Вони, в принципі, я б їх об'єднала в якусь групку. От. Значить, Flex Grow дозволяє... От у нас є якийсь вільний простір всередині Flex Container, між цими айтемами. І він розподіляє оцей от простір, якщо ми на співвідношенні якісь. Якщо ми напишемо, що Flex Grow для оцього айтема першого буде одиничка, для цього айтема буде одиничка, для цього айтема буде тройка і для цього айтема буде одиничка, то весь вільний простір, він поділить на 6 частин. Чого 6? Бо в нас для цього 1, для цього 1 в сумі 2, плюс 3, 5 і 6. Тобто воно розбиває на 6 частин. Весь вільний простір, який є в контейнері. Потім цей вильный простой додается поревно на каждый элемент, соответственно по совпаданию. То есть одна часть, одна шоста, всего вильного простору, додалась до первого элемента. Одна шоста всего вильного простору додалась до другого, три шестых, потому что тут была тройка флекс-кроу, додалась до третьего элемента и одна шестая додалась до четвертого элемента. То есть вот такое, типа, збільшение размера для айтема может так вот примусово быть сделано. Можно вопрос? Да. Получается, это делится контейнер на сетку из шести колонок и просто присваивается по размерам? Или это чисто касается маржинов, бордеров, падинов, то есть свободного места вокруг самих айтемов? Да, да, Саша каже правильно, это пропорция. То есть просто между айтемом и свободное место и вот это свободное место здесь делится на количество пропорциональных зависимых дат. Если поставить вот тут нолик, то картинка будет без этого билого простору сбоку. А на Японском, Зоюз, Саша каже, все будет на месте, чтобы поделиться. Если ты поставишь кому-то там один, один, ноль, один, то той, что будет мать ноль, он не будет сбільшиваться. Він будет такий самый. А между всеми остальными распределиться весь простор. То есть будет уже три и будет одна третя цьому, одна третя цьому, одна третя цьому. А цей, який був, такий залишився. О. Дефолт назначення йде ноль. То есть не змінюється розмір. Флэкс Шринк трошки навпаки працює. Він навпаки зменшує. То есть мы берем весь вільний простір и отнимаем вот эту часть от этого айтема. То есть оно его звуживает. То есть все равно по співвідношению йдет до вольного простора, оно отнимается именно от айтема. Отнимается с одной стороны или? Короче, как ручки наоборот. С двух. С двух сторон, да, так получается? Угу. Я посмотрю, у третьего года чуть-чуть обрежу. Не-не, там обрезано. Якщо бачиш, там руку трошки обрезано. Вот. Флэкс бейсис – це выходить… Насколько я зрозумела, это дефолтный размер элемента перед тем, как будет распределять это значение у этого вольного простора. То есть мы ему задамо, что оно… Давайте вернемся на картинку назад. Вот. Например. Мы возьмем… Катярис задамо сразу флэкс бейсис, да, что вона будет тройка. Потем, когда мы поставим флэкс гроу після флэкс бейсис, то вольный простор будет рассчитаться как той вольный простор, который мог бы быть, если бы тут не было флэкс бейсиса, минус этот флэкс бейсис. Понятно? Я сказала, что запутано. То есть он сначала отрезает для этого, а потом уже с лишенного простору будет выбираться флэкс гроу. Хорошо? Хорошо? Ну, оно такое тройка… Ну, я, например… Ну, вроде бачишь, как оно обрезает, вроде бы нормально. Но так вот, чтобы сказать, блин, а нафига оно… Ну, не знаю, я же не бачила практичного такого застосования. Но, в принципе, может быть, если тебе сначала нужно одну вещь увеличить, а потом распределить простор. Вот в таких випадках его надо быкористовывать. Но, ну… Так вот подумать, где на проекте такой вот треба… Не знаю. Ну, зато такая штука есть. И если вам надо, то можете такую штуку вязать, да? Почему? Ты знаешь, галереи делают такие, где картинки вот так накладываются друг на друга. Когда ты набудешь, картинка раздвигается. Когда ты можешь просто менять вот этот флэкс бейсис, ну, масштабировать уже непосредственно по той пропорции, что я говорила. Ага. Так только будет показывать. То есть… Вариант, да. Для таких вот визуальных инкетов очень, ну, применимо. И ты это делаешь буквально двумя параметрами CSS. То есть тебе не надо JavaScript писать ничего. Не знаю, что там традиционно вешать и все. И нам бы красиво как-то анонимироваться. Ага. О, прикольно. Да, я про это даже не подумала, но да, в принципе, ну… Я просто… Я просто ведет им на реализацию. А, ну, хорошо. Потому что я бачилась через только немножко. Я бачилась в шею с рукой. Сами можно в другом направлении сделать гораздо понятнее, чем… Да. А ты меняешь только один параметр, а не меряешь один параметр. Ну, так-так, ты тоже не меряешь один параметр. Ты не чувствуешь способ улучшения, но… Ну, понимаешь, у тебя все изображения будут равномерно, красиво размещены одинаковыми колоночками. Ну, и культура часть показывает. А так-то у тебя автоматически растягиваются до размера изображения. Отличная картинка. Ну, не картинка, а вот этот вот… Ну, в нашем случае не картинка, а самая суть широкий параметр, в котором содержится картинка. Я уже в ваших… Короче, я тебе покажу. В акциях потерялся, честно говоря. Окей. Вот. И flex. Ну, flex используется для того, чтобы не писать там flex-шринки, flex-base. Да, это, как бы, скорочение. То есть ты пишешь там… Так… Замість этих всех значений ты можешь написать там 0,1, auto, да. То есть ты замість них записываешь все значения в одну строчку. Вот. Еще такая штука для айтемов, как порядок. Можна выбрати… Будь-який элемент и позначити его порядком, который ты хочешь. То есть там… Порядки будут видображаться по основной оси, там, в порядке зростания, например. То есть мы поставили от минус 1 цьому элементу. Да. Він будет самый перший. Хотя на самом деле он должен был бы быть вот тут. Ну, в коде в HTML-ке он есть тут. Но мы поменяли просто ордер на минус 1, и он став перед ним. То есть вы можете змінювать там для своих всяких штучек. Можна змінювати порядок. Дефолтное значение йде нульовка. Вот. Браузер-супорт. Ну, в принципе, достаточно таки непогано. Едине, что мне так, как начинающим у фронтендах, мне было проблематично веб-кита эти прописывать. Потому что ты пишешь и в тебя не виходит. Ты думаешь, блин, а чего воно не виходит? Да. Оказалось просто, что я, ну так как я на Макове, я все тестала в Safari. А воно в мене не працює. Я думаю, блин, а чего воно в мене не працює? А потом пелли, это же веб-кит надо прописать. Короче, прописываешь веб-кит. Ну, то есть, в принципе, саппорт достаточно таки хороший. Но на Safari, как вы видите, везде надо веб-кит. То я, короче, награлася з ним. Там мне трошки он так. Вот. Если прописывать для всех браузеров, то это будет еще больший там лист всяких. Потому что там веб-кит для Safari может быть там просто Flex. Для интернет-эксплора может быть там Display Flex Box. А там для друга Display Box, а для третьего там Display Flex. Ну, короче, так и вот. Но по-різному может прописываться. Ну, в принципе, саппорт классный. Но оно працюет, по крайней мере. Ну, единственное, что я не проверяла сильно на интернет-эксплоре, так как в мене в Safari, Chrome и Mozilla. Нема в мене, короче, интернет-эксплорера. Вот. Мы будем чекати, пока он помре, да? Вот. Вот. Еще прикольно то, что поддерживается iOS. То есть, вы можете работать еще и на мобильный АПП. И с помощью врапа, да? Дуже классно это... Ну, ну, якщо вы робите там элементы, там 4 элемента в колоночке, да? Там 4 колонки, например. То с помощью врапа воно дуже красивенько переносится на малоэкранных, да? Девайсах. В общем, оно няшно так выглядит. Ну, и выбирайте завжди правильный кампейнер. Спасибо. Спасибо. Спасибо.